Михаил замечательный, способный человек, и как преподаватель он был хорош. Мне нравилось его занятие, и на семинарах у него было. Но с какого-то момента его стремление вернуться в ДДТ загнилась в здравый смысл. И если бы там поначалу был разговор о сутрах и действительно какие-то разумные речи, потом началось что-то совершенно невероятное. И поскольку это все преподносилось под соусом школы, то это, конечно, было не адекватно. То есть он свои задумки, свои гидро-разработки эзотерические... Ну, в общем-то, да. По поводу школы. То есть как преподаватель школы, ну, что, конечно, было неправильно. Ну, с Марьяной, там, да, интересный момент, ее постоянно... Марьяна, наверное, как и Оксана, старалась найти в асанах как бы четкую форму, какое-то четкое объяснение, как устраивать асаны. Как ни странно, за сколько лет... Ну, да. Как будто человек, когда не видел, не слышал, не читал, да? Да, да. Вот мне удивило. Вот этот момент я заметил. То есть как бы было такое явное противоречие. Ну, она упоминала, что с вами спорила на эту тему. Как бы вы не нашли вообще язык. Ну, там, как бы это, наверное, даже самое страшное. Дальше. Вот эти этические моменты, наверное, были более важны. Ну, как бы так. Жалко, что ушли способные люди, которые, в общем-то, могли бы быть хорошими преподавателями. Просто, ну, похоже, что были вещи, которые сделали их деятельность несовместимой с тем, что располагалось в школе. Ну, конечно. То есть, когда человек, так сказать, он может, ну, не знаю, может, допустим, я предложил какую-то технологию, да? Человек может, наверное, улучшиться, попрояснить. Ну, как-то, да, сделать какие-то, может быть, модификации, да? Ну, чтобы это было полезно, да? А когда идет бессмысленная какая-то штука, да? Да, да, просто. И объяснить, кто и кто там нельзя. Когда я реально рассказывал про талмуды, которые я видел у айфгановцев, где объяснялись все подобности. Вот Аднаасана расписывалась на несколько страниц, как ее делать, это там, подходит, наверное, в мизинце правой лепи. Турная бесконечность. Да, да. У нее глаза запирались. Я говорю, где это можно достать? Нет, ну, а зачем? Знаешь, что просто у людей, к сожалению, по разным причинам, сейчас не вернусь их ожидать, не вставал к глубине, ну, я не знаю, там, в плане понимания. Потому что, ну, смотрите, можно приобрести автомобиль, потому что на нем можно доехать до Сергиева Посада быстро, а можно купить автомобиль, потому что он розового цвета, потому что у тебя под него есть розовая юбка. Вот. То есть два подхода. Вот. Собственно, этим все объясняется. И когда у человека не хватает понимания глубины, он начинает детализировать поверхностное восприятие. Ну, да. Он начинает искать собственное обоснование. Собственное обоснование. Что объяснить, да? Ну, в общем, это печально, но так. Тут ничего и поделать. А у Оксаны, у нее просто балетное прошлое, она балерина была образована. Вот. Поэтому в понимании формы у вас она идет вот от красоты исполнения. У меня тоже гимнастика, тоже спортивная. Ну, нет. Я в данном случае... Кто-то оставил со всем пониманием, да, и все? Конечно. Разделила. Без культура отдельно, а его просто совсем другая. У тебя драмы у вас тут были. Да. А он, на самом деле, он... Он... Правильно. Ты продаю. Он Миша нам сказал, да. Получил по голове, да, стал думать. Ну, все понятно, значит. Вот давайте мы этот план перейдем в другой очень важной теме. Ну, можно я сейчас по этой теме? Ну, не знаю. У меня, может быть, с другой стороны, так сказать, точка зрения. Я же тоже их хорошо знал и много общался. Ну, вот посмотрите вот на нас, на всех, да. Какой возраст. Ну, устоявшийся уже, так скажем. Когда у Марианы начались вот эти вот всякие там отклонения, ей было-то всего еще 30 не было, вспомните? Ну да. А в этом... Она была... У нее не было квартиры. Она не замужем. И в этом возрасте, ну, естественно, потребность там как-то себя... Самограждение? Да. Детей завести, в конце концов. И все вот это вот стало вести ее, так сказать, на коммерческую йогу. Когда настала там и талмуды, и все-все. Стала стремиться зарабатывать деньги. Ну, и вот так вот и привело. Тут я не знаю. Не знаю. Я вспоминаю с Иоанна Андрея Владимировича Сидарского, когда я уже общался в последнее время в Казантике. И на семинарах я так бывал. Ну, интересно, посмотрите, было. Йог не должен быть бедным, как толерант. Значит, да, мы и должны быть нищими. Я всегда должен быть нищим. Но вот это вот не знаю как-то. Я не по этой части просто. Может быть, я в этом плане и прав никогда не был коммерсантов. Вот это не для меня, да? Может быть, но сами формы решения этих проблем, они, конечно, отталкивают меня и отталкивают. Почему так было? Мы не будем задаться вопросом, почему. Значит, потому что так можно далеко дойти в своих размышлениях, а мы не знаем все подоплеки. Я сказал то, что я знал, да? То, что я видел. Как я это могу поделить в коллизи церковных поведениях? Вот это был тем судья. Ну, а с Мишей, по-моему, там такая история. То есть у него мозгов вообще очень много. То есть одно то, что он там перевел на ММБ, или там столько мозгов, он там вообще ничего не понял. А он это еще понял и все перевел. И также в йоге он пытался все понять. Вот именно головой понять. А что там можно понять, да? То есть здесь не столько голова работает, сколько вот какие-то вещи. Через тело. Да, и поэтому у него и не было перспектив. Он замечательно преподавал в 2010 году, когда я преподавал на новосеминаре. Это первый семинар, который у меня вообще пугал. Он замечательно преподавал, замечательно песнял. Ну, я там оказался малыш, король. Я так не понял. В 2010 тоже он проводил семинар. Тоже я была нормальная семинар. Уже релансация. Ну, какая-то деградация тоже была. В Челябинске вот сама практика была хороша же, да? Но вот что касается лекционной части, мы все пытались все ближе к книге свести. Но его все равно с рулем было. И мы так переглядывались, сидели. Там был полностью коллектив, которые у вас несколько раз уже были. Ну да. Абсолютно все свои. Мы просто так перенигивались. И мы продолжали дома, давай, три года. Ну вот. А как теперь он с ума сошел? Он пребывает. Ну, ему было интереснее. Он стягивал. То есть в памяти нечелся уже здоров. То есть он даже где-то чуть-чуть работает. То есть я с ним общаюсь. То есть у него все хорошо. И на самом деле, ну, не надо говорить, что он прямо деградированный. Мы же все немножко отличаемся, да? Взять, скажем, вас и еще кого-нибудь. Посмотреть на вашу практику. Она будет немножко отличаться от другого. Все равно есть у каждого какое-то свое видение. Все равно свой жизненный опыт. Тут, ну, не знаю. В принципе, у него так же свой был контингент людей, которые мы не знаем. Ну, понятно. Существует технология, да? Которая, так сказать, мы придягиваемся. Я понимаю, к чему она ведет. Вы понимаете, к чему она ведет. Когда человек начинает добавлять что-то несоответствующее, не свойственное к этому, вот это вопрос, зачем он это делает? Тут еще момент такой. Я просто к тому, что... Когда человек приезжает от имени школы. Именно от имени школы. Именно от имени школы. Ну, не, право тоже подавать. Ну, уже да. То есть он уже сейчас говорит, что он в школе будет. Да. Ну, пускай преподавил. А когда люди идут, они идут уже, понимая, куда идут. И когда, ну вот, лев вправо, нет. Это было ему нехорошо. Это мое мнение. Ну, не знаю. Ну, вот как-то так, наверное. Еще вот интересный тоже момент, но это про Оксану. Оксана сейчас наметила семинар, значит, она с человеком, который вспоминает прошлые жизни. Я даже... Репрессионность. А? Репрессионность. Да, да, да. Я, как бы, даже, ну, узнавала, там, у буддистов вообще, зачем это нужно. И, ну, вот, как бы, свои проблемы, на самом деле, не решишь, вспоминая о прошлой жизни. Что делает все время Оксана. Она ищет, да, там, свои проблемы в личной жизни, где-то ищет прошлой жизни, или еще чего-то. Она же никому приходит десятилетие. Да. Вместо того, чтобы реально посмотреть на настоящий момент, да, чтобы, как бы... Ну, вот, тут скорее даже проблема у Оксаны в голове, что она... Не знаю. Как-то, что там... Что там не то все-таки. Вот знаете, вот, когда мы объясняем что-то, да? Есть такие люди, у меня встречается не очень много, допустим, да? Что ты объясняешь? Ну, вот, на приходном учете ты ему объясняешь это все, да? И он говорит, как понял, и что там начинает делать? Ну, как бы, понимаешь, что он делает, он ошибается, а он там есть... И он сам понимает, вздумывается, там, все такое. А тут бывает такие люди, когда человек начинает что-то делать, ты ему объяснял, что он понял, и начинает что делать. А он говорит, что с меня тоже это имело в виду вообще. Просто не то. То есть, когда человек понял, да, как говорят... Ну, вот есть такая пословица смешная. Да, дураков только не писан, да? Если писан, что он не читан, если читан, то и не понял, если понял, то и не так, да? Ну вот, мне говорили, что с дураков, но вот просто есть такие люди, вот... Нет, как бы сказать... нет оснований. Вы объясняете человеку, он понимает? Почему? Не почему. Он понимает, потому что он уже понимает. Если не понимает, то объяснить невозможно. Это артология, понимаете? Вот есть такие люди, которые нельзя объяснить. Потому что они понимают, не так. Принципиально не так вообще. Вот те же самые слова. То, что он делает, то говорит, что он... Он говорит, что он делает не то, что ты ему сказал, о том, что ты его просишь, а там... Всё и так, да? Всё и так, ребята. Есть такое. А почему, откуда оно взялось, я не знаю. Вот такие люди. А Оксана, сколько у нее в личной практике уже было, когда она начала заниматься в школу? Да она займалась по каким-то... Она займалась по ингару в свое время. Может быть сама технология... То есть не было еще времени достаточно для того, чтобы ее стабилизировало здорово и разобралось... Ну почему? У нас в школе лет 5 она... Приличное время. Ну не будем говорить об этом, наверное. Давайте мы ее покроем. Потому что вот мы выслушали все, что здесь прозвучало, да? Ну есть, наверное... Может быть, есть... Конечно, есть еще что-то, чего мы не знаем. Преусловно. Сколько этого там, чего мы не знаем, неизвестно, да? Может быть, что-то там открывается такое, что... Значит, можно многое вспомнить, много деталей, обсуждать, но это ни к чему. Как значит, третья и вторая тема? Тема более тяжелая, на самом деле, и, может быть, она более важная. Значит, да, вот мы... Сегодня я вам с утра бы сказал про Анатолию Дубриловну, да? Вот, про этот, так сказать, печальный случай. Значит, да? Чтобы мы ее потеряли. А могли бы и не потеряли. Значит, давайте я вам сейчас расскажу три истории. Значит, да, вот она в этом ряду будет последней. История про нее. Десять лет я должна написать отчет по ее практике. Она все откладывала, как не написала. Значит, там что-то такое было, что и удерживало, да? Вот так вот, случай первый. Значит, йога, ну, мы имеем в виду наша школа. То, чем мы занимаемся. Вы прекрасно знаете, что она, ну, скажем, оздоравливает действие. Есть такое оздоровительное сеть в ней. По всех смыслах. Смысл в психоэмоциональном, в психоэмоциональной сфере, да? Значит, и в сфере чисто физической. А психики мы уже не будем. Психика – это огромная история. Если человек не равновесен психически, нет управления, я буду заниматься с полевами, да? Хотя бывают случаи, не были случаи, когда человек манипулирует быть депрессивным психозом, да? Значит, в стадии, значит, вот депрессии, когда управление сохраняется такое-то, человек может заставиться взаиматься первым, по общим нормам. Это полезно, это полезно. Ну, такой, случай первый. Значит, был у меня пациент, живущий для Новгорода за рубежом. Тут я в случае смысл рассказывал, кому-то нет. Значит, просто это будет такая вот цепочка из всего случая. Значит, ну, перегрузка. Давайте сначала немножко перегрузки поговорим, да? Значит, у всех у нас есть ресурс, да? Мы родились вместе, у нас есть ресурс жизни. Что-то иначе генетика, да? Это чистая генетика. Значит, плюс условия среди. Ну, вот, допустим, взять мою семью. Вот, отец. В младшем было 4 старших системы. Генетика одинаковая, как вы понимаете, да? Они же родные, да? Я, конечно, раз в жизни видел вместе. Это вообще удивительное зрелище, когда вот пять пар нинутов глаз. Значит, да, и вот родинка вот здесь, которая у меня, родинка здесь у меня тоже, да? И вот у них вы все это рассмотришь и дико становится, да? Вот хотя лица таранга, да? Так вот, значит, старшая его сестра, мать его Кустиня, прожила 98 лет. Вторая, значит, 94 лет. Значит, Настя, 90, значит, потом 89, ну, на 89 умерла Оксана. Он прожил 78, 10 лет сразу. Разрыв, да? Но они были под оккупацией, ну, под Гитлером, да? И были на месте, они были в Харькове, окрестностях. Значит, он начал снова, значит, да, они были в городе, когда была голубая, 33-го года, когда мой дед умер от голода, да? Отец завалял три дня, я хоронил, ему х яблочи вырыли, да? Он падает, копну и падает, копну и падает, да? Значит, тогда он вышел, значит, да? Это было первое, значит, момент. Потом, война на Хасане, где он получил тяжелую контузию, 38-й, потом, значит, это война, значит, да? Ну и плюс передвижение. Один и тот же ресурс. Одна пергенетика. Минут 10 лет. Сразу. Да, это по младшей сестре, а по старшей, это 78-98, 20 лет, да? То есть, какой расход? Ну, как форсаж, шелковый форсаж, да? Выше, быстрее, много вещей догорит, запас сгорает, очень быстро, да? Значит, так вот, когда мы с вами живем, ну, вот, Владимир Иванович, как вот, энтузиаст по своей физике, да? Вот. Но у меня такое впечатление, да, что вы всю жизнь перегружались. Вполне верно. Перегружались. Вот, значит, и перегрузка была-то разная. Значит, если вы, ну, сейчас, знаете, дикий капитализм, мы продаем что? Продаем свои умения, силы, там, да? Значит, ну, мы израсходовались, восстановились. Израсходовались. Если мы не останавливаемся, значит, горит ресурс. Это первое. Второй момент. Значит, бывают у людей разные ситуации. Значит, вот, ситуация первая. Человек занимался йогой 12 лет. К тому времени, как возникла эта коллизия. Значит, и замечательно все чувствовал, все проблемы он решил. Вот. И вдруг, в какое-то момент времени он замечает, что в асанах стоящих начинают трястись ноги. Что бы вы подумали? Причем ощутимо. Ну, вот, правильно, и он подумал. Что меня достиг Альцгеймер поднимал, да? И пошел по врачам. В ужасе. Потому что там саркомник с лишним, да, двое детей, и вдруг Альцгеймер. Вот, значит, врачи ничего не говорят. Значит, год он скрытался по врачам. А потом случайно, чисто случайно говорят, слушай, у тебя аппендикс-то воспаленный. И, судя по всему, не один год уже воспаленный. Но почему-то он не проявляется, он не активизирует. Ну, и делал декорацию, эндоскопия. Значит, там обычно в сутки смотрят, меряют давление, все такое, в сутки. В очередь в 8 часов мы дали, да? У тебя ничего не изменилось после операции. Некие параметры. А ты едешь домой, все, да? Это все прекратилось. Представьте, организм, да? Он, скажем, минимум 5 лет воспаленный аппендикс, и организм задержал. Потому что чем-то не массирует. Понимаете, да? Интересного лечка. Значит, есть свои плюсы тут, понимаете, но еще свои минусы. Понятно, да? Что рано или поздно он провел. У человека обычно провелось бы намного пораньше, да? А тут, как и разгонятся события. Ну, вот в данном случае организм держал, и все нормально было. Ну, хронический аппенцицид есть такой. Да, значит, у него ставили, что это острая фаза, которая не была проявлена. Ну, не в самом деле, в Булгерии, врачи-канадские. Вот такая вот история. История вторая. Начальку номер 2. Севастополь сам моряк. Капитан второго ранга. Отставки юридичем ягурьянов. А с ним была такая история. Значит, он с детства занимался спортом. Играл он еще в сборной Украины, когда учился на химос. Вот, то есть очень крепкий был человек. Сам Севастопольец. Потом, когда он плавал на АПЛ, значит, у них была проблема с реактором, где-то в Атлантике. Ну, короче, штатный режим. Не пришлось там что-то заглушать. Вплыли они, болтались неделю. Значит, да. Ну, вот. И нельзя было, так сказать, наших кораблей подгонять. Ну, по-разному. Там ситуация разная, двое. Аварийная команда начали. Значит, 4 человека. Он главный. Старком. В принципе, он мог бы не участвовать. Он работал вместе с ними. Через 4 года все они умерли. Кроме него. Он родился после ничего. Более-менее. Значит, и только через 7 лет он получил отпуск 10-месячный. Поскольку он не был отпуском. 10 месяцев отпуска. На Дальний Восток, кстати. Вот, куда Владимир. И ему говорят, что пойдем к нему поищем Джейн-Жейн. Ну, не знаю, 3. Зайдем хорошенько. И пошли. Нашли не разрешение. До сих пор у меня стоит корень в спирту. Да? Вот, он ее ободрил. И после этого, говорит, мы пошли в баню. Вечерком. И после баня я почувствовал слабо. Просто вот. Дуповатно. И чем дальше, тем больше. Через месяц, говорит, я не мог не встать. Мне доести ложку в дактор. Обзад. Все. Я в Москву в госпиталь Бурденко. А потом, значит, тут какой-то еще есть. Несколько лет лет в италии вообще ничего не понимали. Он говорит, что здоровый космонавт, я уже на орбиту запустой. Все в порядке. А сил донести ложку нет, да? И встать. Астенический синдром. Я потом говорю, ёх ты так вообще-то пережил. Он говорит, ну, 220 вольт меня не брало, 380 вольт я не нашёл. Вот, значит, да. И потом нужно было его комиссовать, потому что вы дышите. Человек ничего не может, человек валяется в циталях. А ему говорят, друзья, какие-то там ребята сказали, вот, друзья, говорят, ну, давай мы тебя отвезём в Тацан, в Ламу Дэ, в Бурятской Тацан. Ламу надо дать, может, я не помогу. Они его туда отвезли. Вот. Он говорит, меня там приняли, всё нормально. Поселили там какой-то, ну, вот ещё там, в закупке. Говорят, что ты бурятый Мациёк. Там, говорит, я первый раз услышал это слово. Стали поить меня талой водой, давать мне какую-то еду и засовлять, что делать. Хотя я практически ничего не мог. И постепенно стали все возвращаться. Говорят, через полтора года я встал. Вот, значит, потом его комиссовали. И оттуда он уехал после автополя его комиссовали. И он продолжал заниматься тем, чем мы далее. Он говорит, ещё через год я дошёл до булочки и вернулся обратно. Это ведь было вообще, ну, просто, да? Это было нечто для меня. Стало легче, 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 легче. Потом, значит, он начал заниматься Евгой Ингаром. В то время, когда Северстополь оброникла, там или Бузбаева, приезжал, семинары проводил. Постепенно он стал в норму, стало легче. И он, как бы, дал такой взрыв себе. В то время он будет помогать сужить, значит, вот, тем, кому очень плохо. С помощью её. Потом, если мы поднатомились. Он, значит, пришёл в нашу систему карабинат. Ну, как бы, и всё шло нормально. И всё шло нормально где-то, наверное, лет, ну, лет пятнадцать. Чуть больше. Тех пор, как он вышел из этого состояния, да? Ну, состояние было, да? Было облучение. Все эти дела были, да? Вот, как бы, эта штука отступила. И всё. А человек живёт, как ничего им бывало. Значит, а вот последние годы, последние, значит, два года или чуть больше, стал брать очень тяжёлых детей из ДЦП и с ними заниматься. По три-четыре-пять часов в день. И потом ещё звонит, говорит, что-то у меня агрессив вообще нет. Я так вымоторюсь. Я говорю, ёх, тебе нельзя вообще. Эти вещи просто пилот. У тебя всё такое было. Ну, нельзя это делать. Ну, в общем, короче говоря, где-то через два с половиной года такой работы, и он открыл опять. Опять эстетический синдром. Вернулся. И, в общем, полтора года он боролся с этим делом. Когда понял, что не сможет, он просто застрелился. И было ему-то 74 года. Значит, вот, понимаете, да? То есть, когда человек получил перегрузки систематические, уже пожилом возрасте, и систематические перегрузки, это опять всплыло то, что было. Понимаете, да? Если бы он этого не делал, не перегружался, сколько бы ещё откинулось, боже, неизвестно. Наверное, может, это достаточно долго. Была хорошая база. Это вот эта история. Вторая. Мы смотрим о третьем. Дальше Галина Анатольевич, когда пришла ко мне пятнадцать лет назад. Значит, я столько минут Миша направил. Я не знаю, в комик она пришла. Значит, она работала много лет на силу порошковой металлургии. В лаборатории. Там, где нужно, ну, раз в нот, как металлическая пыль. Титан, кобальт, вольфрам. И всем этим надо было дышать. Когда она пришла, значит, у нее поджелудочная была убита полностью. Вот, она практически не работала. Нужна операция, значит, да? Нужна доиск операции. Неизвестно, что будет. Она говорит, мне вам поможет или нет. Я говорю, ну, давайте попробуем. Стала она заниматься. Легче, 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 легче. Через пять лет она обычно забыла. Здоровый человек. И вот все эти годы все было замечательно. Потом у нее родились внуки. Она стала заниматься внуками. Последние два года она говорила, я долго стою. Вы так выматывались. У меня нет времени заниматься систематически. Понимаете, мы все думали? И вот, когда вот здесь, Сереге, так сказать, да, оно... Ну, то есть, перегрузка перекрыла все это. И то, что было, оно всплыло только в определенной форме. Да, род крови. Значит, вот о чем это говорит. Значит, это говорит о том, что перегрузка такого свойства, да? Обычной перегрузки. Там, конечно, будет эффект другой. Йога будет держать. Значит, данный ресурс, он, кстати, и открыл, и выгорает. А в экстренных случаях, когда такие вещи происходят, да? Кто после шестидесяти лет, да? Когда были какие-то большие проблемы со здоровьем, даже йога помогла, нужно не перегружаться, а наоборот, уходить на нагрузок. Понимаете, да? Вот такое вот. Такое резюме можно вынести. И всего произошедшего. Вот такой идет о перегрузках. Эти нагрузок проблемы со здоровьем, да? Как это будет перекрывая девка? И как надо с ними отращаться? Желательно было бы. Хотел бы вас услышать о вашем комментарии. Виктор Сергеевич, ну хорошо, не внуки. Не, можно отсюда. А зачем тогда жить долго и счастливо? Если кому-то не помогать. Стоп, стоп, стоп. Лена, ведь еще говорил Гарн Селье, что нужно жить менее интенсивно и более разумно. Все время, так сказать, да, мы когда читаем там вирусы номерные, и переводы египетских папирухов, да? Там получается. То есть, если говорить, буш раба своего, значит, да, перегружать, буш заставлять, чтобы он не ел, не спал, а работал, он скоро помрет, да? А если дашь ему сна, дашь ему еды, дашь ему отдых, он будет работать много лет, принесет ей много пользы. Зачем мне вопрос? Понимаете? Наверное, все первое. Лучше как бы жить, чем не жить, да? Жить лучше, наверное, хорошо. То есть, да, чувствовать себя. А вот зачем? Ведь можно было все делать по-другому. У меня есть перед глазами очень хороший ежедневный пример долгой жизни, 92 года. Вот только хочется спросить, а зачем? Э, нет. Тут мы немножко путаем понятия. Зачем мы привезем? В каком состоянии? В такую жизнь. Привезем дробь, например. Да, вот у меня, у жены была выродная бабушка такая, Анна Никола Траина. Очень интересные такие люди, значит. Такое поколение, они всего такой величины. Мел-мел-мелкие. Хрупенькие, если едут. И вот тогда бабушка, ей 75 лет было, или 80. По-моему, она несет такую сумочку, да? И она ей сказала, давайте я вам помогу. Берзунь меня аж перегибает, да? А вот та еще, вот такая крупинка, да? Без впечатления, что она 25 кг весит, да? По ней не сказать. Такое. Значит, она прожила в 96, а в 97 году умерла. Такое ей там еще и чувство юмора не изменило. Она жила со своим племянником, да? Утом несет, значит, наброшок, да? Поскольку она уже плохо соображает и видит, то там врасплескивается все. Он говорит, Анна Николаевна, ты что? Она ему говорит, и когда ты успел? Нормальная реакция, да, так сказать, до 96 лет. Вот, значит, так вот она, я наблюдал ее жизнь. Она вышла замуж, муж ее увез на войну на Дальний Восток, подальше от войны, значит, да? Потом вернулась сюда. Потом он играл на скачках, потом помер от инфаркта. Она жила при старшей сестре. Все время была при комнате, всю жизнь. Детей она не хотела. Зачем мне рожья хлопка? Значит, потом старшая сестра умерла. Я сошла в комнату коммуналки, да? Потом, значит, там пришлось съехаться. Я вот там дал ее жить. Я когда в 7-7-5 лет она ходила в бассейн. Железно. Значит, три дня в неделю плавала, значит. Потом, когда все подруги уже умерли к 80-ти, значит, она стала уже как-то более обособлена. Вот жизнь. Она с утра просыпается часов полуоснового. Она идет на ванну, клещется и все такое. Значит, потом готовит себе еду. Где-то минут сорок. Потом она где-то час, завтра, пьет чай. Потом она идет гулять. Часа три. Значит, заходит заодно в магазин, наверное, что покупает. Приходит. Готовит обед где-то там полчаса. Одет часик обедный. Потом ложится подремать. Значит, да. Она проснется, значит, где-то часов пять. Идет опять гуляет пару часов. Готовит, готовит ужин. И так каждый день. И ничего больше. И смотрит по телевизору. О, видишь, вот ты умер. Ну вот сколько лет-то всего, да? Вот еще один умер, да? Вот уже брежный умер, да? Дропа вымер, все, не так умер. Понимаете, это люди, которые... Им никто не нужен кроме себя. Они как торпеды втекаемой жизни. Они не цепляемся за жизнь, да? Вот. Поэтому они и живут. Они даже смерти не нужны особо. Это часто бывает и отсюда, да? Это был вот такой пример. Но это мы говорим о другом. Мы говорим о нормальной жизни, да? Вот. Поэтому для чего? Вот мы не говорим о людях. Мы говорим о том, что жалко было, что я вот не могу себе простить, что Юра, а я вот допустим... Блин, надо было ехать туда и говорить, что брак старый, значит, когда ты занимаешься по 2 часа среди, но не по шее. Понимаете? Тогда он, возможно, был бы еще жив, да? Все-таки напрашивается мысль, что не надо решать. Не верю. Мы участвуем в этом. Мы в этом участвуем, понимаете? Какой-то мерой, значит, да? Каким-то боком. Но мы в этом участвуем. Однозначно. Я согласна. А что? Однозначно, да. Сейчас заканчиваем. Вот. Ну, давайте мы, наверное,